Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Более 260 тысяч пассажиров перевезли дачные автобусы в мае и июне, как организованы перевозки в этом сезоне. Оказаться в санитарном вагоне или в поезде бани, увидеть защитников Брестской крепости, проехать вместе с военнопленными и оказаться на Нюрнбергском процессе. В Самару впервые прибыл иммерсивный поезд Победы. Получить знания и побольше узнать о городе на Волге. Делегация китайских студентов побывала с экскурсией в центре Самары. В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств. Обновляются территории, победившие в прошлом году в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустраиваются площадки во дворах. А парки и скверы, не вошедшие в федеральную программу, обновляются за счет средств городского бюджета. Один из таких объектов – это сквер первых космонавтов. О том, какие работы уже проведены на объекте и что еще предстоит, узнала Галина Топилина. До старта запуска сквера первых космонавтов на улице Гагарина осталось совсем немного. Сейчас вокруг фонтана из мозаики, который был отреставрирован несколькими годами ранее. Рабочие кладут плитку, устанавливают бордюры, монтируют столбы уличного освещения. Уже через месяц эта территория преобразится. Эльмира Калямова живет в доме рядом со сквером первых космонавтов 15 лет. Вспоминает, когда ребенок был маленьким, часто проводили тут время. Но годы шли, и сквер постепенно ветшал. Эльмира говорит, отрадно наблюдать за возрождением любимого жителями места отдыха. Работают каждый день. Каждый день идет стройка полным ходом. Мы это видим, слышим, ощущаем и ждем, когда наконец это все закончится. И мы придем в этот сквер со своими детьми. Будем устраивать здесь праздники различные. Согласно проекту, сквер должен стать для местных жителей тихой гаванью в шумных городских джунглях. От дороги по периметру его отделит живая изгородь. Точкой притяжения для отдыхающих станет фонтан, который городские власти отремонтировали еще в 2021 году. Вокруг него появятся лавочки и урны. И, конечно, территорию украсят новые насаждения и цветы. По словам подрядчика, 80% от запланированных в сквере первых космонавтов работ уже выполнены. Работы выполняются по замене асфальтобетонного покрытия на плиточное покрытие. Также ведутся работы по озеленению. По озеленению, посадке растений будут заменены в уличное освещение и будет произведен автополив газону. Данная территория, она уникальна тем, что, ну, одна из общественных зон, которая имеет, по сути, фонтан, да. Фонтан – это особое притяжение, надо говорить. Имеет данный фонтан уникальную, соответственно, мозаику, которая имеет определенный интерес и, соответственно, притягивает. Ну, и она находится на одном из основных, наверное, пешеходных маршрутов городского округа Самар на улице Гагарина и, собственно, может служить местом отдыха горожан. Благоустройство города и создание комфортных условий жизни – одна из важнейших концепций, которые реализуются в Самаре и регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благоустройство сквера первых космонавтов проводится за счет средств городского бюджета. Выделены средства еще на две локации – сквер Высоцкого в Самарском районе и участок между домами 22 и 24 на улице Новосадовой в Октябрьском. По федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» сейчас ведутся работы по обновлению сквера Самарец, парка Молодежный, Ерикпарка и парка Воронежские озера. Завершить работы на всех обновляемых общественных пространствах планируют к первому сентября. Галина Топилина, Константин Головин. События. Дачные автобусы в май и июне перевезли в общей сложности более 260 тысяч пассажиров. В городе 29 маршрутов, на которых работают 52 машины. В какие дни можно уехать на даче, как оплатить проезд и есть ли жалобы у пассажиров, расскажем далее. Дачный сезон в разгаре. Пришедшее в Самару небольшое похолодание – не повод отказываться от поездок за город. Анна Давыдова собрала родственников, чтобы вместе и поработать, и отдохнуть на даче. Тем более, что добраться до участка можно без проблем на автобусе. Организованно вообще-то всегда хорошо, я считаю. Я редко езжу, но я довольна. Но мы ждем, вот, например, я хочу стоять, сидя ехать, я еду, стою, жду. Лучше следующий автобус. Уехать к дачам можно в среду, пятницу, выходные дни, а также в праздники. В каждой из этих дней на линии 52 автобуса по 29 маршрутам. Один из маршрутов работает по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В городе 9 пунктов отправления. Это остановки Георгия Димитрова, завод Металлург, поселок Управленческий, дом Печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, пригородный автовокзал, проспект Ленина и автостанция «Аврора». Второй год, перевозки проходят достаточно гладко, нареканий от пассажиров нет, или они, ну, буквально единичные. Перевозчик достаточно четко выполняет свои обязательства, сбоев практически нет. Если автобус ломается, то предоставляется замена этого транспорта, поэтому будем надеяться, что и оставшееся время так же четко и скрупулезно перевозчик будет относиться к своим обязанностям по этим перевозкам. Для пассажиров работает горячая линия. По общим вопросам, касающимся дачных рейсов, можно обращаться по телефону 8 846 207 7011. А по телефону 8 929 707 61 38 продолжают консультировать относительно использования транспортных карт. Также свои обращения можно направить на страницы перевозчика в соцсетях. У нас работают социальные сети ВКонтакте и телеграм-канал про транспорт. Туда можно оперативно направлять информацию, пожелания, сообщения. Пассажиры знают водителей, водители уже знают свою работу, знают направление, они уже подружески общаются, сообщают о том, что в этом году плохой урожай, жалуются на погоду, но вот что касается перевозок, нареканий не было. Не было нареканий и у людей, которых мы опросили на остановке. Все нормально, по времени, все четко. Тарифы остались на уровне прежнего года. Также сохраняется возможность льготного проезда с использованием карты школьника и садово-дачной карты. Единый оператор электронного проездного рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс карт и при необходимости пополнить их. Срок активации транспортной карты – один год с момента совершения последней операции пополнения или активации. Для тех, кто имеет право на получение социальной карты жителя Самарской области, действует садово-дачная и транспортная карта. Для льготного проезда нужно предъявлять и дачную карту, и документ, подтверждающий право на получение и использование соцкарты жителя области. Напомним, что в этом году дачный сезон стартовал на две недели раньше обычного. Такое решение приняли по поручению главы Самары Елены Лапушкиной. Мы благодарны ей. Уже второй год мы прям очень хорошо ездим, сидим все. Но кто не хочет, может и другой. Через полчаса другой придет. Очень довольны. В мае дачные автобусы перевезли 134 тысячи пассажиров. В июне – 128 тысяч. Перевозки будут продолжаться до конца октября. Напомним, что в октябре дачные рейсы организуются только по выходным дням. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Петр Паломеев. События. Начать свой бизнес с нуля, расти и развиваться, получая помощь и поддержку со стороны. Самарский бизнес-инкубатор за годы своего существования стал площадкой, где зарождались многие самарские фирмы. О том, на какие меры поддержки малый и средний бизнес может рассчитывать, обратившись в самарский бизнес-инкубатор, узнали наши корреспонденты. Олеся Титова руководит аутсорсинговой компанией. Рассказывает, когда несколько лет назад фирма начала расширяться и назрела необходимость арендовать помещение для офиса, столкнулась с тем, что условия аренды и ее стоимость не удовлетворяли запроса. Но выход удалось найти. Девушка обратилась в самарский бизнес-инкубатор. В Самаре все-таки очень дорогая аренда. Не каждый бизнес, особенно начинающий, это может потянуть. Мы узнали, что в бизнес-инкубаторе можно на льготных условиях арендовать помещение. Ну вот, собственно, посмотрели, приехали здесь. Ну, прекрасные условия, на самом деле, для бизнеса. Предоставляют и мебель, и технику, то есть принтеры нам предоставили, кресла. То есть можно без всего, да, для начинающих даже очень хорошо. Приехали, подали заявку, нам оформили все. Вот мы здесь. На базе бизнес-инкубатора, который существует в Самаре с 2010 года, представителям малого и среднего бизнеса доступна консультационная и имущественная помощь. Стать резидентом может любой предприниматель или юридическое лицо, отвечающее критериям малого и среднего бизнеса, зарегистрированного на территории Самары не более трех лет. Самарский бизнес-инкубатор осуществляет имущественную поддержку и консультационную поддержку малого бизнеса. Имущественная поддержка включает в себя льготную аренду офисов и предоставление конференц-залов по льготным ставкам для проведения семинаров, различных бизнес-завтраков или крупных конференций для малого бизнеса. Мы всегда открыты для общения. Можно прийти на главную 3, либо обратиться по телефону 207-25-51. Мы ответим на все вопросы. Сотрудники бизнес-инкубатора оказывают все виды консультационной поддержки молодым предпринимателям. Организуют семинары, тренинги, конференции, которые доступны для субъектов малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе. Анонс мероприятий доступен на официальном сайте и в соцсетях Самарского бизнес-инкубатора. Здесь же открыто окно МФЦ для обслуживания юридических лиц. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. Госдума приняла закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев или от трех месяцев до года. Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после представления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида. При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Оказаться в санитарном вагоне или в поезде бани, увидеть защитников Брестской крепости, проехать вместе с военнопленными и оказаться на Нюрнбергском процессе. В Самару впервые прибыл иммерсивный поезд Победы. Это практически машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к Победе. Мы побывали в уникальном составе и готовы поделиться подробностями. Уникальный передвижной музей с эффектом погружения «Иммерсивный поезд Победы» на 4 дня сделал остановку в Самаре. Из 12 вагонов 10 с экспозицией, которая показывает жизнь поезда в довоенное время, в годы войны, и, конечно, в тот день, когда узнали о Победе. На входе посетители надевают наушники, и весь путь их сопровождает аудиогид «Лидия». Это собирательный образ поколения юная советская девушка, которая пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Именно «Лидия» рассказывает, как организован санитарный вагон, или, например, вагон-баня, где организаторы смогли воссоздать даже запах и влажность парной. Польз Победы технически очень сложно сделан. У нас более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Во время работы над поездом очень много времени было уделено работе с историческими фото- и видеодокументами, работали историки, работали реконструкторы. И все видеостены, все, что вы сегодня видели в поезде, ну, конечно, кроме хроники, было снято специально для поезда. Наталья Проскурякова с сыном Богданом любит бывать в музеях и изучать историю страны. Из соцсетей узнали об уникальном поезде Победы, который впервые приехал в Самару. Вход в передвижной музей бесплатный, нужно было лишь пройти регистрацию на сайте поезда. Первый раз в таком вагоне мне очень нравится, я узнала много нового, очень много новых фактов о Великой Отечественной войне. Как началась война, как крики, как все бомбило. Это самое страшное, что могло быть. Поезд Победы – это сплав традиций и новаторства, сочетания современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Формат очень интересен, да, я даже прям это не ожидала. Думаю, ну, в общем-то, музей, музей оказалось. В общем-то, это аудио, вот, видеоряд, экспонаты, все очень так передает эту атмосферу. И на самом деле я прям отхожу, у меня даже мурашки похожи. Ну, прям очень потрясающе. Состав отправился в путь в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. С тех пор передвижной музей несколько раз пересек страну. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме Восточный. Мы посетили более 135 городов. Мы посетили 17 республик. Нам пришло более 600 тысяч посетителей и более миллиона посмотрело интерактивную выставку на всех площадках. Поезд Победы – это практически машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое. И железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. В чуде нашей победы была не только радость, но и горечь. Война пыталась отнять самое ценное, что у нас было. Время. Время нашей молодости. Но мы его не отдали. Мы жертвовали жизнью, чтобы сохранить эту ценность для вас. Время любить друг друга. Время любить нашу великую Родину. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В детском оздоровительном центре «Заря» стартовала четвертая летняя профильная смена под названием «Волонтеры культуры, культурный код, самарский народ». Организатором стал городской центр эстетического воспитания молодежи. Какую программу подготовили для школьников и какие варианты летнего досуга есть у самарских ребят, расскажем в следующем сюжете. Эти ребята уже не первый год приезжают на культурную смену в лагерь «Заря». Раньше и сами были участниками, теперь будут наставниками для других детей. Разработали программу «Что преподавать, чем заниматься на мастер-классах, какие игры и квесты проводить». Главная задача в этом году – познакомить школьников с добровольчеством в сфере культуры и научить их навыкам, которые позволят помогать людям. Это прежде всего люди, которые будут просвещать, консультировать, помогать, может быть, наставлять, может быть, что-то советовать, рекомендовать, исходя из ваших предпочтений. Это люди, которые стараются разносторонними быть во всех сферах культуры, разбираться и в музыке, и в фильмах, и в живописи. Поэтому я считаю, они в действительности будут помогать обычным обывателям. Мы приготовили очень много просветительских мероприятий, образовательных тренингов, и мы очень надеемся, что ребятам понравятся наши уроки. Тема «Волонтеры культуры» выбрана не случайно. Центр эстетического воспитания детей и молодежи в этом году подготовил проект по данному направлению. Теперь через различные мероприятия привлекают в это движение школьников. В течение двух недель 210 детей станут участниками насыщенной программы, кульминацией которой будет масштабная театральная постановка по произведению Белых и Пантелеева «Республика Шкит». Каждый отряд будет готовить свою сцену вместе с наставниками, и в конце это все выльется в очень такой грандиозный большой спектакль. Именно такую форму итогового мероприятия мы попробовали в прошлом году. Получилось очень хорошо, и в этом году мы решили такую вот хорошую традицию продолжить. Всего в ведении городского департамента образования шесть загородных лагерей. В них проходят различные тематические смены. В лагерях реализуются образовательные программы туристко-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной, патриотической и художественной направленности. Сейчас уже начался блок четвертых смен. Детям это очень нравится, они активны, они не сидят на месте, и мы получаем только положительные отзывы о работе наших лагерей. Кроме того, в городе летом работают 189 лагерей дневного пребывания. Таким видом досуга смогли воспользоваться более 15 тысяч детей. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Получить знания и насладиться прекрасными видами Самары студенты из Китая совершили экскурсию по историческим местам областной столицы. Вместе с ними отправилась Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Самара красивый и современный город, говорят студенты Северо-Западного политехнического университета, прибывшие на Волжские берега из Китая. Делегация приехала поучаствовать в трех международных школах, организованными ведущими вузами Самары. Помимо лекций для них подготовили насыщенную экскурсионную программу. Мы их очень ждали. У нас был перерыв три с половиной года и с нетерпением готовились к их встрече. Наконец-то они приехали, соответственно мы им организовываем насыщенную культурную программу. Также у них интенсивное обучение. Вот сегодня у них свободный день, поэтому с утра часть была в музее бабочек, в умном доме бабочек нашего университета. Часть продолжала учебу, а сейчас мы их всех собрали в одном месте, чтобы обзорную экскурсию в Самаре провести. Сначала представители Поднебесной заглянули в бункер Сталина. Это одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей в Самаре. Его строительство началось в феврале 1942 года, когда в город эвакуировали московское правительство и ждали приезда Иосифа Сталина. Экскурсия в подземелье не оставила равнодушным никого. Я впечатлен масштабами бункера, особенно как его строили. Были выполнены великолепные строительные работы. Мне это тоже очень понравилось. Я считаю, что благодаря бункеру было где укрыться людям от войны. А еще в Самаре очень дружелюбные и улыбчивые люди. Виды Самары, красивая река Волга. Здания Самары очень отличаются от тех, которые у меня в городе. Дальше студентов ждала автобусная экскурсия. Ребята с интересом наблюдали за сменяющимися за окном картинками и слушали об истории города. И, конечно, изюминкой мини-путешествия стала прогулка по набережной. Для меня Самара очень красивый город. Виды здесь очень прекрасные. Особенно понравилось посещение Волги. Очень хотел попасть на пляж и покататься на лодке. А еще понравилась еда. Она очень сильно отличается от того, что я привык есть. Следующими остановками в маршруте стали католический костел, сквер Аксакова, площадь Чапаева, смотровая площадка в сквере Пушкина. Селфи и фото на память и отличное настроение. Не осталось без внимания гостей из Поднебесной и музей-усадьба Алексея Толстого, расположенная в самом сердце старой Самары. Экскурсовод рассказывал не только его историю, но и связанные с ним городские мифы. Получилось живо и совсем не скучно. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Самарцам на открытой площадке у цирка показали процедуру кормления слонов. Прийти туда могли все желающие. В результате полюбоваться на цирковых артисток пожелали несколько тысяч горожан. Подробности у Светланы Тимофеевой. По улице слонов водили. Впервые в областном центре горожанам показали, как кормят слонов. Такое представление Самарский государственный цирк организовал при поддержке регионального министерства культуры и администрации Самары. Накануне премьеры мы решили порадовать наших жителей, показать им слонов наших, которые будут работать в Манеже. Ну и с целью привлечения зрителей к нам, конечно. Дрессировщик Давио Тони говорит, что счастлив работать в России, ведь это родина Олега Попова. Тем более выступать в Самарском государственном цирке, который носит имя великого артиста. Для меня важно было приехать в этот город, увидеть его, увидеть цирк с историей. Это первый раз, когда наш итальянский цирк приехал в Россию и в Самару, для того, чтобы показать красивое шоу для всей семьи. На шоу будет много животных, много акробатических номеров. Самарцев ждет красочное шоу. Взрослые дети увидели, как лакомятся неразлучные индийские слонихи Карла и Раня. В их меню арбузы, бананы и яблоки. Попробовали гости и траву с газона. Посмотреть на представление и сделать фото пришли несколько тысяч горожан. От мала до велика. Решили приехать с детьми, чтобы посмотреть, как будут кормить, как будут мыть слонов. Это уже необычное такое действие, которое можно увидеть. Его в простой жизни так не увидишь, а это, думаю, будет интересно детям. Вот с ребенком пришли посмотреть, потому что, к сожалению, в Самаре у нас нет возможности часто полюбоваться этими животными. Поэтому вот решили. А вот купать слонов не стали. Помешала прохладная погода и холодная вода в Гидранте. Но зрители все равно расходились довольны увлекательным зрелищем. Посмотреть на артистические таланты Карла и Раня, самарцы и гости областной столицы смогут уже на цирковых представлениях. Сейчас в Самаре с гастролями находится цирковая труппа из Италии. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в Самаре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки построены в разных районах города. На площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже Первомайского спуска набережной. Какие виды спорта можно протестировать, расскажет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Площадь Куйбышева до конца лета превратилась в спортивный городок. Здесь каждый желающий может найти занятия по душе. Футбол, стритбол, городки, турники и большой современный скейт-парк. Заниматься физкультурой приходят семьями. Дети и родители от такого физкультурного многообразия в восторге. Я в полном восторге от такого спортивного городка. Я в восторге от того, сколько администрация нашего города, наш губернатор вкладывает в такие непростые времена и столько вкладывается в развитие нашего молодого поколения. И все это делается с душой, с умом, с любовью к своему городу и к своей стране. С третьей декады июня и до конца лета в городе проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Тренироваться или играть можно самостоятельно, или в команде с профессиональными тренерами бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. А начиналось все в канун чемпионата мира по футболу. Теперь физкультурное лето в Самаре стало уже традиционным. Для приезжающих гостей нашего города, болельщиков, были организованы зоны активности на пляже. Тогда она называлась «Забейгол фанат». Мы поставили инструкторов по пляжным видам спорта. И в 2019 году решили продолжить, так как увидели, насколько востребованы такие виды активности для жителей города. Продолжили уже в новом формате, назвали ее «Самара в движении». Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится больше и спортивных городков. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже Первомайского спуска набережной. Актуальную информацию и еженедельное расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует масштабировать акцию. Спортивные городки должны появиться в разных районах Самары, в отдаленных в том числе. Это в Куйбышевском и Красноглинском. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках, в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова